Земельный участок Объектом налогообложения признается имущество, расположенное в пределах муниципального образования. При этом следует помнить, что жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. Зато объектом налогообложения не признается имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома, а владельцы авто платят в любом случае. Уплачивать транспортный налог граждане должны по месту регистрации транспортных средств в порядке и сроки, установленные законом субъектов Российской Федерации. Сумму этого налога рассчитать очень просто. Достаточно умножить мощность транспортного средства на ставку налога. Уплачивать земельный транспортный налог и налог на имущество нужно, как и прежде, на основании налогового уведомления. Вместе с ним приходит и уже заполненный платежный документ, по которому и производится расчет. Следует помнить, что имущественные налоги начисляются всем собственникам движимого и недвижимого имущества, причем независимо от возраста и наличия доходов. Так что налогоплательщиком считается даже несовершеннолетний ребенок, если на него оформлено какое-либо имущество или у него есть доля в праве общей собственности. В данном случае налог за ребенка, имеющего в собственности имущество, будет уплачивать родитель, опекун или попечитель. И тоже на основании налогового уведомления. Его, кстати, можно получить с помощью электронного сервиса, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или в межрайонной налоговой инспекции по адресу улица Горького, 240. А все подробности можно узнать по телефону, который вы видите на экране.